Государственным адвокатам, это юристы, которые представляются подсудимым бесплатно, не получают положенного за работу вознаграждения. По их словам, последняя выплата от Министерства юстиции была в январе. Наш корреспондент Елизавета Литавина встретилась с возмущенными, и сейчас она выходит на прямую связь со студией. Лиза, привет! Расскажи, пообщалась уже? Чего они требуют? Чем конкретно они недовольны? И как вообще представляет развитие этой ситуации, расскажи. Да, Оля, приветствую тебя. Ну, поясню, то есть порядка 700 человек остались без вознаграждения. Они обратились в комиссию по защите профессиональных прав адвокатов. Я напомню, что это те люди, которые работают в районных судах, а также мировые судьи. То есть они предоставляются подсудимому бесплатно. И вот рядом с нами сейчас заместитель председателя комиссии по защите прав адвокатов, которые отстаивают их права. Расскажите, ну, с чем связана, как вы считаете, такая задолженность? Задолженность связана с тем, что судебный департамент не платит эти деньги. Как они ссылаются, у них нет финансирования, задержка финансирования с федерального бюджета. Ну, соответственно, каким образом можно эту проблему решить? Я полагаю, что нужна задолженность по адвокатам выделить в отдельную статью и оплачивать адвокатам из отдельной статьи, а не вместе с другими работниками. Потому что адвокат сейчас идет в общих расходах. Общие расходы департамента судебного, в том числе и на адвокатах. Когда у них появляются более, с их точки зрения, насущные проблемы по этим общим расходам, они на них тратят деньги. Адвокаты остаются неудел. У вас есть опасения, что адвокаты просто могут не выходить на работу в результате такой задержки? Да, уже есть случаи, когда адвокаты отказываются выходить на работу и брать назначение в судах по статье. То есть по статье бесплатных показаний о помощи. И, соответственно, люди оказываются без защиты. А, насколько я знаю, достаточно низкое вознаграждение у адвокатов за их работу? Очень низкое вознаграждение. Да, это еще и вопрос, который ставится сейчас перед федеральными властями. Адвокату платят 550 рублей за день работы. Для сравнения с переводчиком платят 1000 рублей за час работы. Соответственно, адвокат получается совершенно незащищен социально. А для многих адвокатов это единственный заработок. И поэтому адвокат вынужден думать о хлебе насущном, вместо того, чтобы защищать человека нормально. Спасибо большое. Ну вот, как нам рассказал Владислав, впервые сталкивается вот с такой ситуацией, с такой длительной задержкой зарплаты. Ну вот, как он говорит, порядка 15 миллионов уже задолжали работникам. И пока неизвестно, каким образом решится эта ситуация. Оля. Далее спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Елизавета Литавина.